Да, друзья, дамы и господа, придется мне опровергать свое видео, извиняться, скажем так, за сказанное против самсунга, а самсунгу нужно подправить видимо тех, кто сидит у них в работе с людьми, как бы службы техподдержки, потому что я спрашивал, мне сказали, что во всей серии М датчика приближения как такового нету, точнее он как бы есть, но он есть только как бы, то есть объяснить они не смогли. Человечек, вот вы видите, он умудрился все пояснить, рассказать так, что я проверил и я убедился, что я был не прав, что в данном смартфоне самсунг все-таки есть датчик приближения, так что я был не прав, самсунг прости. Так, как это делается? комбинацию вы видели, берем самсунг, набираем в звонилке, как там написано, звезда, решетка, 7, 7, 6, 9, 2, решетка. Появляется вот такой экран, на котором реально можно нажать power on и вот он замигал датчик приближения. Так что спасибо огромнейшее человеку, благодаря которому мы вот теперь видим, что датчик приближения есть и он аж сквозь экран работает. То есть это жесткач неимоверный, поэтому я его и перекрывал периодически, потому что я накрывал его пальцем одновременно с тем, как использовал сам экран. То есть компания Samsung умудрилась спрятать его, грубо говоря, прямо под пикселями. По-другому не знаю, как объяснить. Видите, да, он моргает? Он на самом краю под экраном, как я понимаю. Сейчас. Видите, да, то есть он срабатывает без прикосновения. И вот он мигает. Если вы обратите внимание, это еще не на самом краю экрана. То есть реально где-то после десятой строчки есть какая-то ямочка, в которой... Короче, это начало технологии подэкранных камер. Только сначала это подэкранный сканер. Ой, не сканер, а как это? Датчик приближения. Поэтому Samsung сорян, а своих менеджеров, которые работают с людьми, нужно все-таки правильно учить, чтобы они могли людям правильно объяснять. Извиняйте. Только тогда непонятно, почему тестовые программы этого не видят. Объясняю, в чем прикол. Вот тестовая программулина, которая работает на всех андроидах. Ну, как выясняется, теперь уже не совсем на всех. И вот она так не работает. Видите, да? То есть она вроде как начинает срабатывать потом. И опять же не от того, чисто от экрана. То есть что я предполагаю? То, что в этом Samsung разделены права на использование вот этого всего. И я не удивлюсь, если не официальная звонилка, если вы поменяете официально, даже не сможет работать с этим подэкранным датчиком приближения. Всем спасибо за просмотр. Это было опровержение моей же фигни про Samsung. Ну и в том видео, где я говорил, что Samsung врать нехорошо, я сразу напишу, что данные изменились. Смотрите новое видео и ссылку на новое видео дам. Всем спасибо, всем пока. Надеюсь, что и дальше будем в диалоге. Мне понравилось. Пока.